Всем привет! Меня зовут Донара Жуманова и это Студия 7. Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. И вот о чем пойдет речь сегодня. В Министерстве труда советуют рожать детей только в браке. Спросим у психолога Михаила Лаповского, как влияет на ребенка воспитание одного родителя, а также узнаем у известных артистов, воспитанных матерями, сталкивались ли они с травлей из-за этого. Далее, сексуальное воспитание быть или не быть. Спросим у основателей просветительского сайта УЯТ ЕМЕС, как нужно разговаривать с детьми об этом. Друзья, хочется узнать, как вы считаете, нужно ли вводить в образовательную программу Казахстана уроки полового просвещения. Вопрос важный. Голосуйте. Поехали. И начнем с международных новостей. Кыргызстан готовится принять беженцев из Афганистана. Речь сейчас не о сотрудниках США, о которых мы говорили в предыдущих выпусках, а об этнических кыргызах, родившихся и всю жизнь проживших в Афганистане. Сейчас они находятся в Таджикистане. И дипломаты Бишкека и Душанбе решают вопрос об эвакуации людей на историческую родину. Мы спросили политолога из Кыргызстана Замата Тимиркулова, как страна готовится принять беженцев. Эвакуация этнических кыргызов из Афганистана в Кыргызстан как раз таки проводится с целью дальнейшего предоставления им гражданства Кыргызской республики. Но сейчас основная задача, скорее всего, это определить, действительно ли это беженцы, которые стремятся к более стабильной жизни. И нет ли среди них различных террористов или представителей других экстремистских организаций. Потому что это было бы действительно той самой опасностью, о которой говорят многие эксперты. Но я думаю, что учитывая, что все они практически выходцы из одного села, то есть они все друг друга, видимо, знают. И определить, кто из них есть кто, не составит особого труда. В целом, вся Центральная Азия, в том числе и мы, серьезно зависит от происходящего в Афганистане. Так кто сегодня де-факто сила Кабула? Талибы или же официальная власть? И каковы возможные прогнозы на будущее? Нам рассказал российский политолог Алексей Малошенко. Что мы можем увидеть в будущем? Два варианта. Или некая коалиция при полном хозяйнице господства, главенства талибов. Или полностью талибское государство, как оно будет названо по живому виде. И то и другое будет означать реальную на деле власть талиба. Подавляющее большинство афганцев поддерживают талибу. Это, прежде всего, пуштуны. Повторяю, главная цель построить национальное нормальное афганское государство. Естественно, что нормальное с точки зрения талиба. Если ты талиб-министр, то для тебя не самая главная проблема, какое количество раз нужно молиться. 5-3 или каждые полчаса. Тебе нужно заниматься реформой. А ты это, в общем, не умеешь. Ты кого-то попросишь о помощи. Вот ваш вопрос. А у кого они будут просить помощи? И на каких условиях? Так что дело только начинается. Что примечательно, сейчас эксперты уже допускают возможность того, что талибан, напомню, запрещенная в Казахстане организация, может стать полноправным хозяином страны, которая у нас, ну, по сути, под боком. Отчего и тревожно. В министерстве труда высказались относительно матерей, воспитывающих детей в одиночку. Там заявили, статус женщин, родивших вне брака, законодательно закреплять не будут. Другими словами, никаких выплат от государства ждать не стоит. Вот что говорил директор департамента социальной помощи Оскар Ниязов. Поскольку мы страна, которая должна культивировать свои культурные и семейные ценности. Мы не должны культивировать или стимулировать развод, разводные процессы. Мы не должны стимулировать именно рождение вне брака или что-то другое. Именно поэтому я могу сказать на своем уровне, что понятия «мать-одиночка» предусматриваться в Казахстане не будет. Ну что ж, с мораливедением у Оскара Ниязова, как мы видим, все в порядке. Если в Минтруда так переживают, что рождение детей вне брака может породить иждивенчество, то тут еще как-то можно понять логику Ниязова. Потому что взрослая женщина, принимающая решение родить ребенка в браке или же вне, в любом случае должна понимать, что это ее ответственный шаг. Но даже при таком раскладе, разве государство может полностью откреститься от этого вопроса? Ведь от того, в каких условиях ребенок будет воспитан, зависит, какого гражданина получат в будущем это же государство. Должна ли власть поддерживать матерей? Спросим у телеведущей Айгуль Мукей. Айгуль, здравствуйте. Для начала хотелось бы узнать, как вы лично относитесь к такому определению, как мать-одиночка. Ну, здравствуйте, во-первых, Донара. Мне очень приятно сейчас находиться в вашей студии, хоть и виртуально. Нам тоже приятно. Если говорить о понятии мать-одиночка, ну, безусловно, ничего хорошего в этом понятии нет. Еще в советское время, мы помним, были такие понятия, достаточно распространены в обществе, как мать-одиночка, отец-алименщик и неполная семья. В общем, ничего хорошего, безусловно. И никто специально не стремится, чтобы прямо так громогласно в обществе ее называли матерью-одиночкой. Поэтому так. А вот если представить, что женщина приняла решение родить ребенка вне брака, ну, такое взрослое взвешенное решение, как вы думаете, государство все-таки должно ее поддерживать или же нет? Ну, вот Оскар Ниязов сейчас говорил о том, что у нас есть определенные моральные устои, мы за институт семьи, за то, чтобы, в общем-то, семья сохранялась и дети росли в полной семье. На мой взгляд, вот мы за таким забором, знаете, моральных принципов забываем о другом, о главном, о семье, об этом ребенке, который воспитывается в семье, о благополучии этой женщины. Вроде бы перед нами две чаши весов. На одной чаше благополучие этой семьи, пусть она будет неполная мать и ребенок или несколько детей. С другой стороны, то, о чем беспокоится иждивенчество, да, что женщина пойдет, специально побежит, специально родит. Ну, если мы будем думать об этих деньгах, я вот сегодня как раз считала, когда мне ваши редактора позвонили, посмотрела статистику, сколько у нас матерей-одиночек, там их где-то около 600 тысяч, есть еще 400 тысяч, а те отцов-одиночек, но если миллион, если пособие 30 тысяч, то 30 миллионов в год, не такая уж, в месяц, не такая уж большая сумма. Если задумываться о бюджете, только о деньгах, то, ну, можно прийти к каким-то плачевным результатам. И, то есть, я говорю о том, что вот этим моральным, то есть, забором из моральных принципов, если закрываться, то непонятно, что будет с семьей в дальнейшем. А совсем недавно в социальных сетях мы видели еще, знаете, там жгли разноцветные флаги, то есть, как бы такая борьба с ЛГБТ, с гомосексуализмом. И, ну, вот в таких неполных семьях, в общем-то, могут вырастать вот такие мальчики или девочки с какими-то неправильными понятиями о семье, о жизни. Поэтому я за полную семью, я за то, чтобы, даже если мать, что так получилось, и она родила ребенка, я за то, чтобы у ребенка была возможность и в школу ходить, и одежда была бы для того, в чем ходить в школу, и чтобы было, что поесть на ужин. И поэтому вот все-таки таким ярким и активным чиновникам, как Оскар Ниязов, я бы все-таки порекомендовала, даже обращаясь к обществу, все-таки сказать о том, что я за вас, мамочки, я за ваше благополучие, я думаю о том, чтобы ваши дети все-таки росли благополучно, и чтобы у них были деньги для жизни, для воспитания, для учебы, то есть у вас, у вашей семьи. Спасибо вам большое, Айбуль. Я думаю, что Оскар Ниязов смотрит сейчас этот эфир, и будем надеяться, что сказанное дойдет. Спасибо вам большое. До свидания. А вот как выстроить границы по отношению к тем, кто лучше вас самих знает, как вам жить? Практические советы от психолога Михаила Лапковского, он с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Вот в нашем Министерстве труда и соцзащиты населения считают, что ребенок обязательно должен родиться в полной семье, где есть мама и папа. Но мы живем в реальном мире и знаем, что такое бывает не всегда. Вот скажите, чем отличается ребенок, у которого есть и папа, и мама, от ребенка, у которого только один родитель? Ну, он практически ничем не отличается. Более того, роль играет не количество родителей в наличии, а качество семьи. Бывают благополучные семьи без папы или без мамы, а бывают крайне неблагополучные семьи полные. Поэтому здесь нельзя говорить о каких-то принципиальных отличиях. Ну, я думаю, Михаил, вы знаете, что вы пользуетесь большой популярностью в нашей стране, все читают ваши книги. Скажите, пожалуйста, а как часто казахстанцы к вам обращаются за личной консультацией? Да, можно я еще два слова скажу по поводу первого вопроса? Да, конечно. А полная семья или не полная, и семья, и дети являются гражданами Казахстана, и они должны иметь те же права, что и все остальные. Это мое мнение. Теперь по поводу Казахстана. Я выступал в Казахстане до пандемии и собрал рекордное количество людей в зале, почти две тысячи человек. Это был дворец республики. Мне, кстати, очень понравилось, и я хочу продолжать приезжать. Ко мне приезжать из Казахстана не так, что прямо потоком, конечно, но время от времени больше девушки, чем мужчины, конечно, обращаются. А вот с какими вопросами обращаются, Михаил? Личная жизнь. Примерно то, что вы сейчас обсуждаете. Проблемы с личной жизнью. Взаимоотношения, отсутствие семьи, отсутствие отношений, нездоровые отношения. Токсичный, как девушка любит выражаться, брак. Я не люблю этого слова. Ну и так далее. Ну вот, как мы знаем, да, каждая семейная пара все-таки, так или иначе, сталкивается с кризисами. Скажите, пожалуйста, как преодолевать эти кризисы, чтобы не сразу бежать и разводиться? Во-первых, есть такая общемировая традиция, когда кризис такой уже долгоиграющий, надо какое-то время друг от друга сепарироваться. Перестать выяснять отношения, перестать общаться, переключиться там на детей. Вот, и в течение трех месяцев люди обычно успокаиваются. Есть еще одна интересная особенность, о которой не все знают. Люди так устроены, что даже будучи социальными существами, они испытывают потребность примерно раз в 3-4 месяца побыть в одиночестве. И надо дать возможность и женщине, и мужчине в семье один день, они знают погулять, встретиться с подругами, съездить к маме. И человек как бы обнуляется и снова начинает отношения. А когда ты 24 часа в сутки находишься среди людей, это утомляет, и это часто приводит к кризису. Михаил, у меня заключительный вопрос. В Казахстане, к сожалению, очень неоднозначно относятся к женщине, у которой есть ребенок, но нет мужа. Скажите, пожалуйста, как женщине грамотно выстроить свои границы, чтобы другие не совали нос? Хочется сказать, не надо завидовать. Женщина должна ориентироваться на себя. У вашего ближайшего соседа Китая это сплошь и рядом, и никто из этого проблемы не делает. И как я уже сказал, и женщина одинокая, и ее ребенок, они все граждане Казахстана, поэтому их надо любить и уважать, так же, как и всех остальных. Это лично делает и женщина. Я не думаю, что она так хотела сделать. Я думаю, что у нее так получилось, и она не может быть в этом виновата. Спасибо вам большое, Михаил. Ваши слова до кое-кому в уши. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. В правилах Министерства труда прописано, одинокие матери – это женщины, родившие вне брака. Но по факту под это довольно некрасивое понятие «мать-одиночка» попадают и те, чьи родители развелись, или их мама осталась вдовой. В нашей стране, по официальным данным Министерства образования, больше полумиллиона детей, живущих в неполных семьях. Мы поговорили с известными казахстанскими артистами, Алиокаповым и Диасом Аблаевым, спросили, сталкивались ли они в свое время с косыми взглядами. Давайте послушаем. Сколько я помню, мне было где-то 4 года. Мы вернулись с папой с поездки к его сестре. Она жила в Свердловске. Совершенно мирно решили, что на этом все. В 99-м году, 13-го сентября, не стало моего отца. Я помню, как мама это все переживала, и я просто не понимаю, откуда такая сила воли, откуда столько вообще мужественности в женщине, которая на тот момент была на пятом-шестом месяце беременности. Постоянно ее спрашивали о том, что вот каково вам одной, как вы живете одна и так далее и тому прочее. То есть слово «один» было таким ключевым этих вопросов, но она всегда отвечала с огромной высшим достоинством, что она, когда я не одна, у меня есть мои дети. Мне было тяжело, конечно, тем более в ее сучке признание именно страны очень долго к ней шло. Мы такие гастрольные дети, мы росли в дороге с ней, за кулисами, и это было замечательное время. Она давала нам такую свободу, благодаря которой мы понимали и ответственность. Мы всегда сами старались решать свои проблемы, мы всегда сами старались следить за своей же успеваемостью. Я даже пару раз, честно говоря, сам ходил на родительские собрания вместо родителей. В школе там, чтобы говорили, что где твой отец, почему он не приходит, такого вообще ни разу не было. Я помню, опять же, в школьный период были такие моменты, когда, ну, немножко пытались заострить на это внимание, может быть, даже не специально, но тем самым как-то попытаться, наверное, найти мою уязвимую точку. Потому что я вижу и у своих друзей, и у себя, женщины, они как-то survivalist, выживатели. Вы знаете, я понял одну штуку, что женщина, именно мать, она может быть и мать, и отцом. Я не уверен, что у мужчин получилось бы так, потому что мы все-таки другие. В общем, все так индивидуально, и чужая семья, по сути, как и чужая душа, может представлять из себя сплошные потенки. А потому сложно раздавать советы, не зная причин, почему женщина приняла решение рожать ребенка не в браке или вообще быть не в браке. В конце концов, это может быть взрослая взвешенная позиция. Но мы все-таки решили разобраться в сказанном Аскаром Неязовым, руководителем департамента Минтруда, а что он имел в виду, говоря, цитирую, «Мы не должны стимулировать рождение ребенка вне брака». Давайте послушаем, что он сказал. Почему мы должны сейчас, в сегодняшних реалиях, поддержать именно вне семейной традиции? Мы, наоборот, должны культивировать семейные ценности. Именно в отношении. Именно в отношении социальной защиты и социальных благов. Это моя личная гражданская позиция, наверное, во-первых. Во-вторых, это... Ну, я на сегодняшний день, вы, наверное, уже знаете, я там тоже озвучил, что я являюсь директором департамента, но не являюсь политическим служащим. Поэтому мое мнение, это субъективно отражается именно в деятельности, именно в той направлении, которую я веду, социальной защиты. Ну, вот это я понимаю, настойчивость. Что ж, одно стало ясно. Это позиция конкретного человека, не министерства. Мы прервемся на рекламу, после чего спросим у создателей онлайн-платформы «УЯТ ЕМЕС», нужно ли вводить в образовательную систему уроки полового просвещения. Тема важная, но табуированная. В общем, дождитесь. Привет всем, кто только что присоединился. Меня зовут Донара Жуманова, и это «Студия 7». И следующая тема, не менее важная, половое просвещение. В Казахстане каждая шестая беременность заканчивается абортом. Такие данные приводит просветительский сайт «УЯТ ЕМЕС». О необходимости говорить об этом стране говорят не один год. Однако тема до сих пор считается табуированной, и лишь немногие родители решаются поговорить об этом с ребенком. Виолетта Тельманова продолжит. Знакомьтесь, Анастасия Машнина, журналист и активист. Два года назад собрала единомышленников и написала петицию против поправок в Кодексе о здоровье. То есть против того, чтобы в школах взялись за сексуальное образование. Удалось собрать 32 тысячи подписей. Потому что программы, которые уже постепенно вводятся, они основаны на международном техническом руководстве по половому просвещению от ЮНЕСКО. О сексуальном контакте говорят в 9 лет, в школе. Как, это не растление? Независимая исследовательница Карла Гашкабатова на протяжении 5 лет изучает эту тему. Говорит, что корень проблемы ранних беременностей – низкая сексуальная грамотность среди молодежи. Много мифов, да, что нужно использовать два презерватива. Или в первый раз девушка не может забеременеть. Или в воде, если заниматься сексом, то невозможно забеременеть. То есть они думают, что они знают, но на самом деле нужно у них спрашивать, что именно ты знаешь. По ее словам, элементарно на казахском языке практически нет источников, где можно изучить интимные вопросы. Потому Карла Гаш инициировала проект УЯТ ЕМЕС, где в доступной форме объясняется все, что так неудобно спрашивать. И казахстанский опыт ЮНФП и международные исследования показывают, что чем более информирована молодежь, тем больше они берегут себя, более ответственно относятся к своему здоровью. И они, наоборот, откладывают начало своей половой жизни примерно на один год. Как показывают исследования, средний возраст полового дебюта – 16 лет. Цитируем Карла Гаш. Подростки занимаются сексом, и это факт. Как говорят эксперты, разговоров дома недостаточно, и разовые лекции в школах тоже не работают. По поводу международного опыта, скажите, пожалуйста, какие там есть интересные кейсы, которые можно было бы применить у нас? Например, в Шотландии, да, половое просвещение, у них называется этот курс «Отношения и здоровье», по-моему. И он начинается с младшей школы. А в старших классах уже и про беременность, и про вообще семейные отношения, про контрацепцию, про сексуально-репродуктивное здоровье. То есть это должно быть планомерно. А теперь вернемся к нашей героине Анастасии, у которой, к слову, сын подросток. Кто же его просвещает? Ну и по ходу он, да, в социальных сетях почерпнул, но я ему рассказываю, что существуют недоброжелатели взрослые, которым верить нельзя. Напомним, официально в казахстанских школах нет уроков сексуального воспитания. И будут ли пока большой вопрос. Виолетта Тельманова, Тимирлан Нуртазад, Амелия Избасарова, Леана Жамлеханова, Ирки Булан, Той Болдин. Специально для студии 7. Мы пригласили в студию 7 участницу проекта УЯТ ЕМЕС о том, как нужно разговаривать с ребенком о важном. Спросим у Камилы Туякбай. Камила, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте с ребенком нужно об этом уже говорить? Ну, я думаю, нужно начать с того, что говорить об этом, да, это не такой разговор. Сядь дочь, сядь сын. И мы с тобой сейчас поговорим про, что такое секс и все, что касается вопросов сексуального просвещения. На самом деле, если начать разбираться, что такое половое просвещение, то станет понятно, что половое просвещение — это вопросы не о сексе. Это не вопросы вступления как бы в половой контакт. Это вопросы о здоровье, во-первых, в первую очередь. Это вопросы об уважении, взаимоуважении между партнерами. О защите личных границ своих собственных и уважении границ партнера, да. Это вопросы гигиены. Это, в конце концов, вопросы здоровья. То есть репродуктивное здоровье, оно играет очень большую роль в нашей жизни и функцию, да. А как с ребенком говорить? Вот на каком языке, когда ребенок еще не всех понимает? С ребенком говорить очень просто. Во-первых, нужно ребенку всегда внушать, что его тело — это его собственное дело. Никто туда не вмешивается. И даже сами родители и близкие люди должны с большим уважением относиться к телу ребенка, да. Если ребенок не хочет целовать, там, тетю или дядю чужого, то не нужно заставлять его это делать. Начинается половое просвещение с таких элементарных вещей. Потом нужно ребенку объяснять, как называются половые органы, правильно. Это не пестик, не краник, не пирожочек, не что-то еще другое, да. Мы же не стесняемся называть глаз глазом, ухо ухом, да. Это такие же органы, которые просто выполняют свою функцию. Не нужно их стесняться. Нужно давать им четкие названия и знать, что ваш ребенок их знает. Чтобы в случае чего ваш ребенок мог обратиться к вам с вопросом и сказать, а у меня не просто там пирожочек болит или еще что-то, чтобы это было и вам понятно, или если он кому-то пожаловался, да, чтобы люди могли среагировать адекватно на такие запросы, чтобы избежать каких-то очень сложных ситуаций. Вы сейчас имеете в виду безопасность, да, в том числе ребенка, да? Конечно, конечно. Если мы говорим о домогательствах, да, например, со стороны взрослых в отношении детей, то что происходит? Если ребенок не знает, как органы называются, он элементарно рассказать об этом не может, да. То есть это же большая проблема. Вот мы начинаем говорить, как называются органы. Не создаем табу вокруг этой темы, да. Всегда даем ребенку понять, что любые вопросы, они абсолютно нормальны. С любыми вопросами можно прийти к родителям. Я, когда даю советы родителям, как говорить, если вот мы говорим про такой разговор, как его начинать, во-первых, нужно создать безопасную атмосферу, дать ребенку понять, что можно задавать любые вопросы, на них вы ответите. Не рассказывать ребенку истории про аистов, про капусты. В общем, быть максимально откровенными, да? Максимально честным. И старайтесь адаптировать эту историю по возрасту. Спасибо вам большое, Камила. Вот сегодняшний наш опрос тоже был посвящен этой теме. Мы спросили, нужно ли вводить в образовательную программу Казахстана «Уроки полового просвещения». Друзья, вы сейчас видите результаты голосования прямо на своих экранах. А мы встречаемся в понедельник в 19.00 на 7.00. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok